Они даже твои документы, ну, они даже твои заявления не примут. Ну вот скажи, а когда родители у тебя спрашивают, а какие все-таки родители такие любопытные, они хотят именно определить все-таки будущее ребенка, они спрашивают, а куда лучше, а что моему там чаду выбрать, ты вообще вот специальности какие, ну, вузы-то понятно там, да, какие у них все-таки окончили. Все-таки вот если у тебя спросить, ну, человек, допустим, у него склонности там математика, информатика, ты что советуешь, вот кем стать, вот ты на этот вопрос, ты об этом задумываешься, обсуждаешь этот вопрос, специальности именно или нет, или это вне поля твоего, или профессионально. Мы обсуждаем только чаще всего тогда, когда уже у ребенка есть направление, не просто когда он предмет выбирает, да, а когда вот там медицина и так далее, потому что это можно, вот если сейчас ребенка точно настроить на определенную специальность, да, и он потом получает баллы ЕГЭ, и вдруг ему они не подходят именно для этой специальности. Ведь всего 4 года у нас бакалавриат сейчас. Можно выбрать другую специальность потом на магистратуру на эту патент, которую ты бы хотел. А потом они меняют мнение, в зависимости от мнения друзей. Вот они с кем-то там пообщались, вот у меня сын, например. Я не влезала в это, ну, вообще никогда не влезала, потому что вот он в один лагерь съездит математически, приедет, так, здесь есть то, там есть это, ну, про вузы мы говорим, да. Специальность он выбрал сам, он выбрал за 2 года, правда, ее, но тоже там, поговорив с ребятами, поступил он туда, да, но я, честно говоря, даже не очень представляю, что он там делает. Ну, правильно это. С большим, я только примерно знаю, что сейчас у них там 50%. Кем он там станет, Марина, кем он будет, какая у него... Специальность у него называется науки о данных. Ну, это дата саймс. Дата саймс. Ну, это, ну, аналитики. Да. Аналитики, будет работать с большими данными, да, с большими объемами данных. Ну, конкретно, что он там делает, я, конечно, не знаю. Мало того, я не знаю, остановится ли он на этом, там, в этом вузе останется после 4-х лет, примет решение оставаться в России, там, уехать куда-то в администратуру. Это он решает сам. Потому что, если я это буду решать за него, он мне потом скажет, что ты там нарешала? Ну, да. Если бы ты мне не сказала... Ну, у нас вот есть... Давай все-таки расскажем, немножко откроем секрет. У нас есть такая общая история с Матвеем. Я когда вот говорю, Матвей, у Марины сын, да, который поступил в ВУЗ, история, как он ненавидел английский, и как вот, ну, Петер Ушан тебе сказал, да, что... Не уважал английский. Да, не уважал, и говорил, что никакой в нем нет логики, и вообще ужас ужасный. И у нас был как раз курс, Анна Кантер вела креокод и передавала весь английский на одном листе ватмана за 3 дня. И Марина рискнула туда привезти. Я рискнула, не задумываясь. Это было для меня не риск. Я была уверена, что все будет классно. Но Матвей, конечно, сначала... Почему ты была уверена? Почему ты была уверена? Это интересно. А вот не знаю. Интуиция. Ты просто увидела, что я где-то написала о том, что такой курс существует. Ну, или ты видела меня, как меня она научила английском. Ты видела, ты знала мою историю или нет? Вот, ты знаешь, вот я сейчас не могу сказать, какие точки именно сработали, точки стопа, да? Но вот в совокупности это меня убедило. И когда я его отправила, я точно знала, что на выходе это будет другой человек. Да, представьте, 3 дня по 3 часа. И весь английский просто у Матвея... Матвей полюбил английский. И потом, что он сдал, да, везде его на очень высокий бал. Да, то есть получается, что то место, куда он поехал учиться, там очень важен язык. Там их сразу по тестированию распределяли в группу. Он попал в очень хорошую группу. Естественно, представьте, это там год назад, до того, как он начал с санной заниматься и призанимался. Ну, нельзя бы это представить. Чтобы пойдет в какую-то хорошую группу. Слушай, а мы, кстати, если кто не верит, то вы можете это видео посмотреть. Как все говорят, ну как это все вот эти тома учебников, там эти оксфордские, там стэнфордские. Да, вот как это человек уложил на одном листе ватмана. Так еще, чтобы можно было передать это все. Но люди не очень понимают, что это возможно. Но у нас есть запись, как Матвей, который ничего не повторял, да. И ничего не учил специально. Что он помнит из того, что вообще он просто строил предложения в системе осознанно. И мы все, конечно, были с открытыми ртами, потому что это было что-то невероятное. Это были сложные предложения. Да, сможет помнить наклонения. Это не простые. Не я пошел туда-то, да. Там, если бы у меня было что-то, я бы сделал там то-то. Это все, что по-русски-то не каждый вообще скажет. Понимаете, конечно, это было вообще сродни чуду. Потому что это возможно. Особенно это подходит, если у ваших детей математический склад ума. А не в состоянии воспринять язык как комбинаторику. То есть вот это почувствовать, что все это состоит из понятных, припонятных частей. И формулы мы избегаем этого слова. Но, тем не менее, и структур, скажем так. Структур. Да, вот это такая история. Я очень хотела, чтобы ты поделилась. Что если у кого-то там с английским беда, так что у нас есть волшебная Анна Кампер. Это, знаете, это как раз тот случай, когда долгие годы занятий с репетиторами. Ну, если сравнивать, долгие годы занятий с репетиторами. И столько, сколько в это может человек вложить. Представляете, с первого класса, как правило, сейчас большинство с первого класса занимаются и там до 11 класса этим английским. Представляете, даже посчитать страшно. Сколько в это вложено. И вот человек за три дня, который не занимался с репетитором. Потому что пока все занимались английским с репетитором, он занимался математикой. Так вот у нас получалось. И, в принципе, конечно, он всегда был отстающий по английскому. Он, наверное, в классе был сам отстающий. Представляете, ребенок, который прям одаренный олимпиадник математический, да, вообще отвергал полностью английский. И переубедил, переубедился с помощью метода креокод, Анны Конц. За три дня. Да, за три дня. Вот это... Я тоже, я два часа получала креокод в Израиле. И меня, Анна, за два еще быстрее. Ну, это вообще только рекорд. За два часа мы сделали всю карту английского языка, всю навигацию. И все, я уехала уже, я начала понимать, как это устроено. И для меня это тоже было чудо-чудо. Понимаешь, что только ты понимаешь, как это, что это все универсально и все одинаково, то крыша едет от того, что ну как ты вообще мог это понимать, не понимать, зачем ты вот это все до этого делал. Ну, никто не говорит, никто не отменяет словарный запас, конечно, но понять, как устроен язык можно быстро, если у вас так немножко аналитический ум развит. Но это не логика, друзья мои, там очень много эмоций. То есть, если кто, это очень... Мы немножко съехали с темы... Ну, потому что я бы, когда, знаешь, ты говоришь, ну, мама, ну, запиши, ну, как там было вообще... Все убегают, а я поэтому в эфире тебя поймала, и уже ты никуда не делась. Если у вас есть вопросы по поводу тьютерства, Марина прекрасный тьютер. Она не мучает детей выбором профессий, она не нагружает их лишней работой, а ищет, как я поняла из эфира и по опыту обращения с моим ребенком, что это просто на самом деле экономия усилий ребенка и сосредоточение на главном. То есть, это как раз то, что ты делаешь, как вот живые организмы себя ведут, как клетки и прочее. Я очень люблю этот подход. Отсекать лишнее. Не, ничего, вот эту пургу не тащить. Ничего, никакой конкретики, кроме той конкретики, которая нужна. Что сдать, и это открывает выбор. И еще мы делаем одну вещь, мы немножечко успокаиваем родителей. Потому что, как правило, они появляются такие несколько напряженные. Ну, это получается автоматически, потому что, когда они видят определенный путь, естественно, у них в голове что-то выстраивается, они говорят, а, вот оно оказывается, как я теперь все понял, вперед и пошли. Ну да, но понимаете, это как откладывать поход к врачу, да, там вот зрение упало, а ты не идешь к окулисту уже в этих очках, не видишь к окулисту, не идешь. Когда пришел, он тебе говорит, там, вот эти витамины попейте, эти вот покапайте, а вот потом выпишем очки. Ну, то есть тогда все становится ясно точно так же и здесь. Вот это делайте, когда понятно, что делать, исчезает тревожность, и в первую очередь у родителей, но у детей тоже, да, родители перестают третировать детей. Да, конечно. Поэтому очень важно выстроить образовательную стратегию. Вот, пожалуйста, специалист, ради чего мы и собрались, Марина Свицкая была у нас в эфире. Это был ее первый эфир. Я ее совсем не сильно мучила, я надеюсь. И вот, я старалась вообще никак тебя не мучить, потому что ты хорошая, потому что так мало людей, кто может встать на место и ребенка, и родителя, и показать вообще, куда им, в какую сторону шагать. В будущее. Спасибо. Спасибо большое. Пока. Счастливо. В будущее. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Всем привет.